привет дорогие друзья меня зовут виталий соколов и мы на канале реальная жизнь нью-йорка сегодня воскресенье 22 марта 2020 года по всему миру карантин плюсы карантина в америке то что цены на бензин падают порядка на 50 центов упал за один галлон стоимость бензина поэтому заправляться конечно выгоднее мы сейчас отправимся по основным достопримечательностям нью-йорка и проверим как упала посещаемость сколько машин ездит по дорогам и просто сравним в реальном времени сделаем отчет за воскресенье сколько человек посещает нью-йорк подписывайтесь на канал ставьте лайк если видео вам понравилось и поехали гипермаркет кинз плаза и магазин best buy праймарк огромные магазины они просто сегодня закрыты хотя воскресенье здесь можно не протолкнуться очень много людей приезжает скупаться весь нью-йорк практически бруклин приезжает купить какие-то недорогие вещи но все закрыто карантин вид из бруклина он потрясающий на манхэттен не видно конечно сколько людей но это туристическая зона и сюда приезжает посмотреть на этот вид миллионы миллиона туристов ежегодно сейчас мы проверим сколько реально вообще людей приехало хотя еще можно сказать начало только сезона было бы если вирус не помешал туризм как раз был бы сейчас разгар скоро мы будем съезжать на бруклинский мост проедемся по нему прямо не конечно не по пешеходной зоне но по автомобильной зоне проедемся и будет видно несколько людей и так думаю посмотрим сколько реально путешественников которые не обращают ни на что внимание переходят сейчас основную нью-йоркскую достопримечательность бруклинский мост любую погоду нужно сказать что тысячи людей ходят независимости это снег дождь все равно всегда практически люди есть на мосту сейчас посмотрим сколько людей соблюдают правила карантина и сколько людей путешествует сейчас вот как раз видно людей не так много люди карантин многие конечно послушались советов эпидемиологов и не покидая свои дома и остаются действительно хотят сохранить свою жизнь и быть более безопасны комфортных условиях даже несмотря на то что если не потерять деньги бруклинский мост пережил наверно не один карантин эпидемии много тысяч людей по нему проходят ежедневно но как мы видим даже спортсменов не так очень много сейчас он бегает это первое из нью-йоркских достопримечательност которые вы должны посмотреть приехав когда после карантина в нью-йорк но сейчас мы отправимся по остальным 9 10 достопримечательностей мы посмотрим это будет где-то начиная от централ парка заканчивая вот сейчас приедемся в battery парк посмотрим так что оставайтесь на канале экскурсия только начинается мы въезжаем манхэттен смотрим ну что ж друзья мои туристическая моя карьера конечно чуть-чуть закончилась но навыки проверим какие остались мы подъезжаем бродвей это самая основная центральная улица которая пересекает в неправильной форме весь манхэттен и она бродвей конечно самая загруженная улица сейчас толпа туристов не наблюдается к подъедем к месту где был вортрейд центр и продолжаем свое движение по бродвею бродвей который переходит в историческую часть манхэттена отсюда начался сам манхэттен отсюда начался остров махатан острова обмана сейчас мы подъедем к wall street конечно воскресенье это выходной день и здесь не должны быть работающие люди но на wall street воскресенье всегда приезжает тысячи людей посмотреть и сейчас вот будет перекресток с wall street и wall street building здесь находится new york stock exchange остановка метрополитена wall street все у нас довольно пусто практически туристов нету и сейчас будет основной такой символ могущества символ успеха нью-йорка это статуя быка она символизирует успеха на wall street и здесь всегда просто не подойти просто не поздороваться ни с кем не обняться просто тысячи тысячи людей воскресенье и бык у нас один стоит вот это у нас есть вторая достопримечательность нью-йорка нью-йорк имеет свой символ быка золотыми яйцами это символ успеха символ wall street сюда приходят тысячи тысячи людей и подойти так чтобы можно было с ним сфотографироваться невозможно мы проезжали на машине и думали не выходить конечно из-за карантина но просто показать этот символ и сделать так чтобы не сфотографироваться совершенно в одиночестве возле этого символа невозможно я желаю всем нам не не заболеть и быстрее справиться с этим коронавирусом поэтому чтобы здесь было всегда очень много людей отходя от быка мы попадаем в этой парк это просто самое начало нью-йорка отсюда город нью-йорк начал существовать кроме пустых улиц как мы видим ничего нету сейчас подойдем к парому который должен был плавать на статуи свободы посмотрим нью-йорк от самого основания туристы даже берут велосипеды на прокат вот тут должна была начаться километровая очередь чтобы попасть на статуи свободы зимой и летом людей очень много которые хотят поплавать на статуи свободы форт исторические первые которые вообще существовал еще которые голландцы построили и англичане потом завоевали и отсюда начался манхэттен туристов совершенно очень мало и прогуливается буквально единицы людей которые просто не могут сидеть дома все здесь тем что надо выгуливать своих любимцев и домашних питомцев паром плывет остров стейтен айланд в общем то все циркулирует в обычном режиме но туристических корабликов и яхт тоже очень мало статуи свободы как всегда на месте тоже перестает не один коронавирус поэтому еще будет стоять пару сотен лет ну что интересно экскурсионные вертолеты до сих отлетают соответственно какие-то не какие-то на экскурсии проводятся по нью-йорку battery парк он конечно пустой но люди все равно есть и они никуда не делись жизнь продолжается своим ходом сейчас мы посмотрим что нью-йорке делается на остальных достопримечательностей у нас еще и у нас еще пару достопримечательностей поэтому поехали посмотрим а это вход в world train center тысяча бутиков которые находятся в world train center здесь подземная дорога уходит в нью-джерси отсюда уходят поезда по всему манхэттену кафешки ресторанчики все пусто сэнчер твони ван департ мусто это огромный мол очень хороший и разнообразной качественной продукции он даже просто закрыт как закрыты все улицы все кафешки мемориал 911 кроме того что закрыт музей 11 сентября 2001 года также закрытые доступы к тому к тем местам где раньше стояли всемирные торговые центры два здания близнецов сюда фонтаном даже закрыты тоже доступ и мы въезжаем на из 60 улицу это самое начало центра парка слева у нас отеля плаза в который снимался фильм один дома смогла и калкин а справа у нас идет основная часть это центр парк магазин apple с левой стороны современное здание стеклянное и не все самые дорогие бутики louis vuitton и все что самое дорогое существует в мире находится здесь начинается там на 5 авеню который мы сейчас будем проезжать и конечно не людно то есть обычно здесь людей очень много и в этом отеле the plaza нью-йорк туристов много и все центральные отели всегда конечно переполнены columbus циркул и вход центральный парк туристов не очень много переехать слева от нас trump international отель который выходит прямо на центра парк и очень прикольный когда карантин и едешь один по центра парк парквей вообще непонятно дорога у тебя односторонняя или двухсторонняя потому что в общем-то едешь практически один и только впереди встречные машины надеемся что ты не нарушаешь правила дорожного движения если захотите купить недвижимость которая выходит на центр парк практически любой из этих зданий любая из квартир будет стоить даже нет миллиона 23 миллиона то есть и стоимости торгов за каждую квартиру совершенно умопомрачительным потому что если взять максимальные ставки то есть квартиры стоит здесь по 40 и по 50 миллионов то есть это квартиры которые имеют большие террасы это двухуровневые зачастую квартиры но средняя стоимость апартаментов с выходом на центральный парк и columbus циркула чтобы недалеко было и удобно средняя стоимость таких квартир составляет 7 миллионов долларов так что если у вас достаточно денег и вы хотите купить какую-то престижную недвижимость которая в общем-то сохраняет свою стоимость совершенно можете это сделать и здесь вы можете как и сохранить так и приумножить свои деньги а если вы хотите чтобы мы вам подобрали будем рады если вы обратитесь на вот эти контакты которые находятся внизу экрана пожалуйста вот вам сайт вот вам телефон и до скорой встречи в прямом эфире или на связи конечно если говорить про центропарк это то место куда тысячи и нью-йоркцев приезжает для того чтобы отдохнуть или заняться спортом пробежаться или встретиться с людьми это место где тысячи и тысячи кинокомпании снимали свои сюжеты сюда традиционно всегда приходят люди для того чтобы пробежаться и заснять это на камеру то есть тысячи туристов но как мы видим сегодня центр парк в общем-то пустой есть бегающие занимающиеся люди спортом но не так как много а из центра парка мы отправляемся на таймсквер сейчас мы в реальном времени посмотрим сколько людей напуганы коронавирусом поехали посмотрим прямо сейчас а Вообще людей нет. Первый раз я вижу, что тут мало людей. И это площадь Таймсквер. Это место, куда приезжают тысячи туристов. И сейчас складывается такое ощущение, что если уходят туристы, практически местные жители тоже не выходят. Здесь находятся только одни блогеры, ютуберы, делают свои репортажи о том, насколько пуста эта замечательная площадь. Коронавирус нас никогда не победит. Оставайтесь сильными, здоровыми, пускай вас ничто неприятное не касается. С вами был Виталий Соколов, канал Реальная жизнь в Нью-Йорке. Она вот такая и есть. Подписывайтесь на канал и мы будем с вами на постоянной связи.